Здравствуйте! В Туле время новостей. Меня зовут Светлана Мулыкина. В ближайшие несколько минут коротко расскажу об основных событиях текущего часа. Завтра в здании областного правительства состоятся публичные слушания по бюджету региона. Напомню, 31 октября его внес к депутатам губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Обращаясь к правительству со своим ежегодным посланием, он отметил, что в следующем году расходная часть казны будет сокращена. Но это не политика затягивания поясов, а новые принципы планирования распределения средств. Налоговики региона подвели сегодня итоги работы за прошедший год. На коллегии с участием министра финансов региона было отмечено, что за 10 месяцев текущего года тулики заплатили в казну более 3,9 миллиардов рублей. В основном это налог на прибыль организации и акцизы. Федеральный бюджет в этом году сформирован всего двумя налогами. Налогом на прибыль организации поступило 3,3 миллиарда рублей и акцизами 1,2 миллиарда рублей. НДС показал отрицательный результат вследствие превышения вычетов по налогу над его поступлениями. Указанные вычеты обусловлены деятельностью экспортеров области, а также являются следствием масштабных инвестиционных проектов, реализуемых в регионе. Стихийная свалка появилась у деревни Сухотина Олексинского района сразу после ремонта дороги по программе «Народный бюджет». Мусор привлекает грызунов, разносчиков опасных заболеваний, которые, по словам жителей, готовы на зиму перебраться в дома неподалеку. Ольга Чигинцева продолжит. Такой мусорный винегрет вдоль дороги на повороте в деревню Сухотина местные жители наблюдают уже неделю. В свалке можно найти верхнюю одежду, сгнившие железные банки и огрызки еды, от которых исходит неприятный запах. Жители говорят, что мусор привлекает и грызунов, разносчиков опасных заболеваний, которые могут перебраться в дома неподалеку. Первая свалка у нас появилась 14 октября. Это уже куча на прошлой неделе. Это, скорее всего, какое-то предприятие или, может, даже какой-то магазин, потому что мусор весь прессованный, прессованные упаковочные ящики от фруктов. По словам жителей деревни, они не понимают, откуда мусор и почему его не утилизируют по правилам. Как нам рассказали в администрации города Олексин, свалка находится на муниципальной земле. Определись, кто выгружает мусор, пока не удалось. Заведено административное дело. Специалисты выезжали, изучали содержимое свалок, искали улики совместно с сотрудниками полиции. Им тоже письмо направили. Но в любом случае, сейчас дело передано больше в юридице полиции на выявление виновных, а свалка будет убрана данного поручения нашему муниципальному предприятию до конца этой недели. В конце недели свалку действительно вывезли. Об этом нам сообщили местные жители. Однако, пока виновный не найден и не исключено, что мусор еще вернется. Администрация Олексина на официальном сайте просит помочь найти нарушителя. Ольга Чегинцева, Игорь Чепотев, Новости Толы. Минувшей ночью на трассе М-2 произошло массовое ДТП. Автомобили ВАЗ-2112, Опелястра, ВАЗ-2113, Фольксваген, грузовик Дафф и автобус Ван Хул. Самые серьезные повреждения получил автомобиль ВАЗ-2113. Водитель отечественной легковушки мгновенно скончался от полученных травм. Автобус с украинскими номерами следовал по маршруту Москва-Кировоград. По неофициальной предварительной информации, причиной аварии мог стать водитель большегруза. Который выехал на встречную полосу. По уточненным данным, ДТП пострадали три человека. 27 многодетных семей получат септики, газгольдеры и электрические котлы. В следующем году на эти цели из городского бюджета Тулы выделено более 5,5 миллионов рублей. Оборудование необходимо для поставки теплового ресурса на земельные участки, которые выдавали семьям по социальной программе. Об этом в ходе оперативного совещания администрации города доложил начальник управления по городскому хозяйству Роман Мурзин. Он пояснил, что только используя автономные источники жизнеобеспечения, можно поставить ресурс ко всем земельным участкам. Проведение центрального газоснабжения и водоотведения обошлось бы в 6 миллиардов рублей. Цифры эти очень серьезные, это очень значительные финансовые затраты. Именно поэтому в целях решения вопроса ресурсоснабжения данных площадок, где отсутствует техническая возможность централизованного ресурсоснабжения, администрации города Тулын были разработаны альтернативные варианты, а именно использование автономных источников водоотведения септика, автономных источников теплоснабжения, газгольдера, твердотопливного резервуара и электрического котла. Церемония награждения победителей международного фестиваля коротких фильмов «Шорты» прошла в минувшие выходные в атриуме Тульского Кремля. Второй год подряд фестиваль проходит при поддержке правительства региона. Илья Логинов продолжит тему. 230 авторов боролись за золотую статуэтку фестиваля короткометражных фильмов «Шорты». Участники соревновались в семи номинациях. По традиции победителей награждают призеры прошлых лет. Так оператор-постановщик фильма «Все в ящик» Иван Устинов приехал, чтобы вручить статуэтку за лучшую операторскую работу. В прошлом году я уже участвовал в данном мероприятии, но мы участвовали в конкурсной работе с нашим фильмом. И в прошлом году мы выиграли, а лучшую операторскую работу я получил, собственно, поэтому сегодня я здесь награждаю лучшую операторскую работу. Он вручил награду автору фильма о взаимоотношениях отца и сына «Баграм». В этом году помимо золотой статуэтки победители в номинациях «Лучшая анимация» и «Фильм» получили премии губернатора Тульской области. Благодарю нашего губернатора Алексея Геннадьевича Дюбина за то, что он поддерживает фестиваль. В прошлый год, восьмой год, когда начали поддерживать, заметили, скажем так, фестиваль, мы проходили на площадке, фестиваль проходил на площадке филармонии. Это было здорово, это было классно. А сегодня мы в центре, историческом центре города Тулы. Анастасия Маклина победила со своей дипломной работой. Ее фильм о взрослении назван «Лучшей анимацией». За свою работу девушка получила премию в 100 тысяч рублей. Мне повезло, неожиданно я повешу это дома на стене, ну и буду радоваться. Это на самом деле очень неожиданно и очень приятно, просто потому что, ну анимация такой вид искусства, ты очень долго работаешь над фильмом, я сделала его за три года, а фильм длится пять минут, вот, и это просто неимоверно, получить такую отдачу. Лучшим фильмом стала короткометражка «Суперприз». Юлия Федосеева вручила победителю главную премию губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Илья Логинов, Сергей Давыдов, новости Тулы. Верблюд, который каждый утро пасется в районе Зеленстроя, стал звездой тульского интернета. Фотографии животного тулики выкладывают в соцсети, соревнуясь в остроумии комментариев. Анна Молодцова не удержалась и решила познакомиться со звездой. Верблюд на тульских улицах – дело привычное. В социальных сетях появляются фотографии, на которых животное выгуливают в районе Зеленстроя. Пользователи интернета даже предлагают придумать верблюду кличку. Однако у него, а точнее у нее, уже есть имя – Татьяна. Верблюд на протяжении месяца является местной достопримечательностью. Татьяна не пугает наши холода. Она родилась в России, да и предпочитает русскую кухню. Фруктов, овощей и других продуктов Татьяне требуется около 100 килограммов в день. Предположения относительно владельца животного были различные, но разгадка оказалась простой. Верблюд принадлежит передвижному зоопарку, который недавно приехал в оружейную столицу. И животному необходим выгул. Она не будет весь день в клетке сидеть. Естественно, она должна прогуливаться. Каждое животное прогуливается. И тем более такая махина, как вы видите, этот, как минимум килограмм по 300, наверное, уже вес, там, под 400 килограмм. Напомним, тулики не в первый раз видят верблюдов, разгуливающих по дорогам. В прошлый раз животное бегало по трассе М4 и даже спровоцировало ДТП. Оно принадлежало передвижному цирку и в итоге было поймано и возвращено владельцам. И горожане появление очередного верблюда восприняли с юмором. Водители, которые проезжают мимо Татьяны, сигналят, а проходящие мимо люди останавливаются. А животное всегда вызывает положительные эмоции. Положительные, конечно, впечатления. Хорошие. Вместе с верблюдом часто гуляют и пони. Хищникам повезло меньше. Их из клеток не выпускают. Кроме львенка графа, которому всего два месяца. Он родился уже на Тульской земле. Но, в отличие от верблюда, он не выходит за пределы зоопарка. А Татьяна, привлекая внимание, пока продолжит появляться на улицах города. Анна Молодцова, Андрей Ремезов. Новости Тулы. В Туле начали устанавливать главную городскую елку. Работы по монтажу праздничных конструкций и иллюминации ведутся в вооружение столицы уже с 15 ноября. Уже украшены улицы Советская и Металистов, а также Крестово-Сдвиженская площадь. К этой минуте у меня все. Более подробная картина дня на нашем сайте ntsn24.ru Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok